Аллаху Аллах, я Аллах! Аллаху Аллах, я Аллах! Аллаху Аллах, я Аллах! Бисмиллях, ассалату, ассаламу али расулиллях, ассаламу алейкум, рахматуллахи, ва барикату. В этом выпуске в преддверии священного праздника Курбанайт мы рассмотрим часто задаваемые вопросы, связанные с этим событием, исходя из опыта прошлых лет. Итак, первый вопрос. Приближается мусульманский праздник Курбанайт. Что означает Курбан? Слово Курбан означает приблизиться или быть ближе. Как религиозный термин это означает приношение в жертву животного в определенное время с намерением поклонения Всевышнему Аллаху. Второй вопрос. На какой день в этом году выпадает Курбанайт? Курбанайт отмечается 10-го дня в месяце Зульхиджа. По предварительным данными в соответствии с календарем выходных дней Республики Казахстан, Курбанайт в этом году выпадает на 20-го июля. Третий вопрос. Я слышал о посте перед Курбанайтом. Расскажите о нем. Первая декада 10 дней месяца Зульхиджа считается наиболее благословенными днями для поклонения Всевышнему Аллаху и совершения добрых дел. Как об этом сообщается во многих хадисах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Одним из распространенных видов поклонения, помимо всего остального, является, конечно, пост. Особенно важно держать пост в день Арафат, который наступает с 9-го числа месяца Зульхиджа. В хадисе, который передал имам Муслим пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал следующее. Пост в этот день служит искуплением грехов прошлого и будущего года. Четвертый вопрос. Приносится ли жертва за умершего? Можно сделать Курбан с намерением передать сауап, то есть вознаграждение за него умершему родственнику или любимому человеку. Человек может есть мясо Курбана, совершенного на свои средства, вознаграждение от которого он дарит умершему своему родственнику. Он также может угощать других людей. Такой Курбан не обязательно совершать в праздничные дни. А если человек завещал сделать Курбан после своей смерти, то является ваджибом совершить этот Курбан именно в праздничные дни. Человек, который делает Курбан, не может есть его мясо, а обязан полностью его раздать малоимущим людям. Итак, пятый вопрос. Какая польза от Курбана? Польза следующая. Первая. Курбан сделан обязательным, чтобы отдать дань благодарности за годовое и мирское благо, и тем самым отдается обязательный долг Всевышнему Аллаху. Вторая польза. При грешении отпускаются и зарабатывается сауап, то есть награда. Третья. Польза. Курбан станет для хозяина в судный день транспортом, который проведет его через мост Сират, и будет причиной его спасения, как упоминается в хадисах посланника Аллаха. Четвертая. Польза. Помощь бедным мусульманам мясом, шерстью и шкурой способствует удовлетворению их скромных нужд. Шестой вопрос. Каков уровень обязательности принесения животного в жертву? Согласно ханафитскому мазхабу, совершение жертвопроношения является ваджибом, то есть обязательным деянием. Доказательством этому служат слова Всевышнего Аллаха «Фасоль лили роббика ванхар» «Молись Господу Твоему, совершая праздничную молитву, и принеси в жертву животное». А также хадис пророка «Да благословит его Аллах и приветствует», которому упоминается, кто имеет возможность и не приносит в жертву животное, то пусть не приближается к месту совершения нами молитвы. Седьмой вопрос. Кто обязан совершать жертвопроношение? Для того, чтобы совершение жертвопроношения было обязательным, человек должен быть мусульманином, быть дееспособным, быть совершеннолетним и быть свободным. Также быть муклимом, то есть не находиться в путешествии. Обладать минимальным достатком имущества, с которого необходимо выплачивать закят, несабам, который равен стоимостью 85 граммов золота. Восьмой вопрос. Для кого курбан не обязателен? Курбан не возлагается ни на ребенка, ни на душевнобольного, независимо от того, обладают они имуществом в указанном размере или нет. Также не является ваджибом, то есть обязательным деянием, для их опекунов совершать курбан от их имены. Для путника, для мусафира, курбан тоже не является ваджибом. Путником ислам признает человека, который находится в поездке с намерением проехать более 80 километров. Он становится путником сразу, как только покинет свой город. Но если он намеревается остаться в каком-то месте более 15 дней, он перестает там быть мусафиром, то есть он перестает там быть путником. Человеку, для которого курбан не является обязательным, не следует для совершения курбана влезать в какие-то денежные долги, провышающие его возможности, чтобы его совершить. Однако, если финансовые возможности позволяют сделать курбан, то это будет для него добродетельным поступком. Девятый вопрос. Каких животных разрешается приносить в жертву, а каких нет? К жертвенным животным относятся, первое, овцы и козы. Второе, коровы, быки и буйволы. Третье, верблюды. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста. Крупнорогатый скот двухлетнего, а верблюды пятилетнего возраста. Из остальных животных курбан невозможен. Из названных трех видов животных можно приносить в жертву и самцов, и самок. Но предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет весь годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Также эти животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов по мазхаба буханифа. Первое, это слепота на один или в оба глаза. Второе, слабость или истощение. Третье, отсутствие уха или хвоста более одной трети. Зубов также, половины или более. Четвертое, сломанный рог. Пятое, хромота. Шестое, явная болезнь. Десятый вопрос. Я приобрел барана на курбанайт, но оказалось, что он кастрирован. Могу ли я его принести в жертву? Кастрированные животные принести в жертву можно, Абу Рафиа, ради Аллаху Ангу, рассказывает. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принес в качестве жертвоприношения двух черно-белых кастрированных баранов. Этот хадис передает имам Ахмед. Одиннадцатый вопрос. Можно ли совершать обряд жертвоприношения в последующие дни после первого дня праздника? Жертвоприношения нужно совершать после праздничной молитвы, то есть после айт-намаза. Но если человек по каким-либо причинам не смог это сделать в первый же день, он может совершить обряд во второй день, а также в третий день именно до захода солнца, то есть до намаза асар. Двенадцатый вопрос. Могут ли несколько человек совершить жертвоприношения вместе? Каждый человек может принести в жертву одного барана или одну козу, как я выше упомянул. Жертвоприношение одного крупнорогатого скота или верблюда может совершить как один человек, так и группа людей, состоящая максимум из семи человек. Причем все члены этой группы должны сделать с намерения принести жертвоприношение. Сообщается со слов Джабира, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал следующее. Корова приносится в жертву за семерых и верблюд за семерых. И в этом случае компаньоны должны объединиться с намерением принести жертву ради Всевышнего Аллаха. Если кто-то из них ставит целью лишь купить мясо, то ни у одного из них курбан не будет действительным. Компаньоны по курбану должны, взвешивая, забрать каждую свою долю. Тринадцатый вопрос. Как нужно совершать жертвоприношение? Прежде всего следует напомнить, что в настоящее время, когда действуют ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, Духовное управление Мусульман Казахстана разработало сайт, где можно заказать услугу жертвоприношения. Данный метод широко оправдал себя в прошлом году и позволил многим казахстанцам совершить обряд жертвоприношения, которые вместе с этим стали участниками масштабного благотворительного мероприятия. Вернемся к вопросу о том, как надо совершать жертвоприношение. Перед совершением жертвоприношения нужно сделать в первую очередь намерение. Подготовить место и заточить нож. Нельзя точить нож перед жертвенным животным, это считается мокругом, то есть нежелательным деянием. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда закалываете животное, делайте это хорошо. Хорошо заточите свой нож и закалывайте животное, не мучая его». Этот хадис передал Имаму Слим. «Жертвенные животные кладут на бок, желательно на правый бок, поворачивают его голову в сторону киблы и произносят следующий аят как дуа». Это действие является желательным, но не обязательным. «Инна ссуляти ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи роббил алямин ля шарикаля». В переводе «Скажи, воистину мой намаз, мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены единому Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей». Далее, желательно произнести такбир. Такбир – это возвеличивание Аллаха. «Аллаху Акпар, Аллаху Акпар». «Ла Илляха Илля Аллаху Аллаху Акпар, Аллаху Акпар, валилляхи الحамде». После этого, произнося «Бисмиллях, Аллаху Акпар» с именем Аллаха, Аллах Велик, и закалывается животное. Снимать шкуру и разделывать мясо надо только после его полного умерщвления. Четырнадцатый вопрос. Нужно ли приглашать имама или муллу, чтобы он прочитал суру перед закалыванием животного? Присутствие имама или муллы при закалывании животного не обязательно. Не обязательно также читать суры и какие-то определенные молитвы. Главное, при закалывании надо обязательно произнести «Бисмиллях, Аллаху Акпар». Пятнадцатый вопрос. Можно ли в месте совершения жертвоприношения отдать стоимость животного в качестве милостыни? Жертвоприношение – это акт поклонения Всевышнему Аллаху. История этого обряда начинается еще со времен пророка Иброгима, мир ему. Всевышний Аллах для того, чтобы испытать пророка Иброгима, мир ему, и показать всем мусульманам пример покорности, поверил ему принести в жертву его сына Исмаиля, мир ему. Когда пророк Иброгим, мир ему, был уже готов принести в жертву сына, Всевышний Аллах, испытав его покорность, ниспослал барана для жертвоприношения и сохранил жизнь Исмаилю, мир ему. Сегодня, совершая жертвоприношение, мы делаем это как знак памяти о том, какую великую жертву готов был принести пророк Иброгим, мир ему. Мы также делаем это в знак благодарности за то, что Всевышний Аллах сохранил жизнь Исмаилю, мир ему, совершая жертвоприношение. Человек также демонстрирует абсолютную покорность Всевышнему Аллаху и следование пути пророков, мир ему. Поэтому важен сам процесс. Деньгами отдавать стоимость животного в качестве, милостине, нельзя. Шестнадцатый вопрос. Обязательно ли совершать жертвоприношение самому? Можно ли попросить об этом какого-то другого человека? Желательно, сумно сделать это самому. Но если вы собственноручно не в состоянии совершить обряд закалывания, то вы можете уполномочить кого-либо сделать это от вашего имени. Но даже в этом случае вам желательно присутствовать непосредственно во время самого обряда. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда совершал жертвоприношение за свою дочь Фатима, р.е. Аллаху Анха, попросил ее лично присутствовать во время обряда, сказав при этом, что с первой каплей крови, капнувшись с жертвенного животного, простятся все ее предыдущие грехи. Этот хадис передал Ибн Хиббан. Но если человек не имеет возможности присутствовать на церемонии, он может совершить намерение передать стоимость жертвенного животного и попросить, чтобы от его имени совершили курбан, то есть совершили обряд. Семнадцатый вопрос. Что нужно делать с мясом? Необходимо ли его раздать полностью? Мясо жертвенного животного желательно, мустаха, разделить на три части. Одну часть нужно оставить себе на нужной семье, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, а третью желательно раздать малоимущим. Однако можно раздать и полностью. Восемнадцатый вопрос. Как поступать со шкурой животного? Шкуру животного можно оставить на собственные нужды или отдать в качестве садака. Категорически запрещено продавать шкуру и использовать деньги для себя. Но можно отдать эти деньги также в качестве садака малоимущим людям. Девятнадцатый вопрос. Какие действия, являющиеся мустахабом, желательными совершать в праздничную ночь и дни, как надо проводить курбанайт? Действия следующие. Первое. Праздничные ночи проводят в мольбе и поклонении. Читают пропущенные намазы. Читают Куран и просят прощения. Ведь дуа, совершаемые в праздничную ночь, принимаются. Как передал Табарани от Урбада ибн Ас-Самит, пророк, сказал, «Не погибнет в тот судный день душа того, кто проводит ночи праздников Рамадана и Курбан, рассчитывая на вознаграждение, в поклонении, когда умрут сердца многих». Второе. В праздничное утро встать пораньше, принять полностью омовение. Третье. Надеть чистую или новую одежду. Ведь это праздник. Четвертое. Использовать хорошее благовоние. Пятое. Если это возможно, идти на намаз именно пешком. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, именно в эти праздничные дни шел пешком к месту намаза. Шестое. Улыбаться и быть радостным. Седьмое. Раздавать больше садака бедным, и нищим. Восьмое. По дороге на праздничный намаз произносить такбиры. Такбир. Аллаху акпар, Аллаху акпар. Ля Иляха Илля Аллаху, Аллаху акпар. Девятое. Если человек собирается совершить курбан, то желательно воздерживаться от пищи, пока он не сможет попробовать мясо своего курбана. Это сунна посланник Аллаха, алейхи саляту ассалям. Десятое. Есть мясо курбана, так как это дело пророк салли Аллаху алейхи вассалям. Одиннадцатый. Быть щедрым по отношению к своей семье. Самое главное, чтобы чувствовалось, что это праздничная атмосфера. Двадцатый вопрос. Что еще надо делать в дни праздника Курбанайт? Праздник в нашем обществе имеет важное значение, ведь это священный праздник. Праздничные дни – это дни единения мусульман, укрепление связи между ними и взаимопомощи. Праздники предоставляют возможность отдохнуть от забот и дают заряд сил и бодрости для дальнейших деяний. В эти дни мы встречаемся с родственниками или соседями или обратно воссоединяем разорванные родственные узы. В праздничное утро верующие заполняют мечети и вместе обращаются к Всевышнему Аллаху, просят у Него милости и прощения. В эти дни мы должны навещать родителей и получать их благословение. В исламе после поклонения Аллаху и повиновения Его посланнику, алейхи саляту вассалям, повелевается уважительное и доброе отношение по отношению к своим родителям. Запрещено даже говорить по отношению к своим родителям слово «уф» – слово «недовольство». Надо приветствовать встречных, поздравлять с праздником знакомых и незнакомых людей. Навещая друзей, надо поинтересоваться их самочувствием и пожелать добра. Также следует посетить больных и пожелать им выздоровления, подарить внимание и ласку сиротам и обделенным детям, протянуть руку помощи бедным и нуждающимся, дать им возможность пережить радость праздника. Также надо порадовать души тех, кто ждет наших дуа, посетив их могилы. Надо постараться помирить знакомых, которые в ссоре, раздать подарки детям. Как всегда, нам следует в праздничные дни обращаться наилучшим образом с окружающими нас людьми, как повелевает нам наша религия и сла. И воздерживаться от вредных и недостойных поступков. Двадцать первый вопрос. Где в этом году можно провести Курбан? В ближайшее время на официальных сайтах Духовного управления Мусульман Казахстана, как муфтиа.кз, азан.кз и муслим.кз, будет размещена информация с перечной мечети города, в которых можно совершить жертвоприношение. Пусть Всевышний Аллах примет наш Курбан, наше намерение и простит через наш Курбан все наши прошлые грехи и запишет каждому из нас большее вознаграждение в Судный день. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. Вабарикату.